Сегодня свой первый рейс из Алматы в Уральск совершил единственный в Казахстане лоу-кастер. В аэропорту Уральска самолет авиакомпании Flyer Stan встречали глава региона Алтай Кульгинов и президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер. О том, какие авиасудна будут летать в Алматы и какие еще бюджетные рейсы планируется запустить, узнавали наши корреспонденты. 2 ноября Ельбасы поручил создать бюджетную авиакомпанию, билеты на рейсы которой будут доступны каждому казахстанцу. Спустя полгода люди могут приобрести дешевые билеты сразу в 6 городов Казахстана, в том числе и в Уральск. И вот сейчас с минутами на минуту мы ожидаем прилет первых пассажиров. 180-местный авиалайнер Airbus 320 будет совершать рейсы из Алматы в Уральск и обратно ежедневно после полуночи. Уникальность лоу-костера заключается в отсутствии бизнес-класса. Также на борту нет бесплатного питания. Билет на бюджетный рейс можно купить за 13 тысяч тенге. Однако если вы берете с собой багаж или же желаете выбрать себе место, за это придется доплатить. Однако и это, по словам пассажиров, выходит намного выгоднее и дешевле, нежели на рейсы других авиаоператоров. Билеты на Флайер Аэростан мы взяли за две недели до вылета. Цена получается намного дешевле, чем Пикер и Аэростана. Туда и обратно мы взяли туда за 19 и обратно за 17 у нас получилось. Флайер Аэростан это намного выгодно. Кроме того, компания подготовила подарки для своих первых пассажиров. Я еду в служебную командировку. Получилось так, что я лечу первым рейсом Флайер Аэростан. И вот такая приятная неожиданность. Я стала владельцем подарочного сертификата. Это билет от компании туда и обратно. Что касается пассажиров, которые уже совершили полет на новом авиалайнере, то они остались довольны сервисом и полетом в целом. Мне билет покупали дети. Раньше летать было намного дороже в Алматы. Сейчас это стало доступно. Особенно для пенсионеров и пожилых людей. У меня там живут родственники и я с радостью буду теперь чаще навещать их. Летели мы чуть больше двух часов. Очень комфортно и легко прошел полет. Необходимо отметить, что Флайер Аэростан создан по классической модели лоукостера. Самолеты, которые совершают рейсы, были полностью переоборудованы под эконом-класс. Возраст авиакораблей составляет 5,5 лет. Компания Флайер Аэростан специально создана для того, чтобы внутренние рейсы осуществлять по ценам ниже, чем Аэростана либо другие компании. Это нас очень радует. Особенно для Уральска. Потому что Уральск это очень отдаленный регион. Самый отдаленный регион от Алматы либо Астаны. Потому что мы находимся в европейской части. И цена для наших жителей очень важна. Учитывая то, что Ельбаса создает такие хорошие условия, Флайер Аэростан, как вы видите, сегодня одним из первых рейсов начинает свои рейсы с Уральска. Предлагая пассажирам доступные перелеты, Флайер Аэростан планирует привлечь новый сегмент пассажиров, которые ранее не могли себе позволить авиапутешествия. Мы ожидаем значительный рост пассажиропотока. Осенью планируется приобрести еще два самолета, которые будут летать в столицу, в город Нур-Султан. До конца года мы запустим эту авиалинию. Уже сейчас мы видим большой спрос на бюджетные билеты. Теперь мы будем следить за четким графиком движения, обслуживанием и безопасностью. Также глава региона рассказал о планах по реконструкции терминала Уральского аэропорта, который начнется уже этим летом. Теперь наша задача создать условия для пассажиров. Вы видите, здесь условия не очень такие хорошие, мягко говоря. Поэтому накопитель в подвале находится, багаж принимается снаружи. Все это мы учли в проекте. Терминал будет в два раза больше. Сейчас 4000 квадратов, будет 8000 квадратов. Мы начнем в этом году и по плану, если мы все это уместимся в график, в следующем году мы завершим. И терминал будет соответствовать современным стандартам. Необходимо отметить, что уже сейчас загруженность рейсов составляет 93%. Планируется, что через месяц продажа билетов вырастет до 100%. Юлия Мутылова, Ерболмин Дагалеев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжейк. Продолжение следует...